Ютуб, Ютуб. Привет, ютуберские, привет, рад вас видеть, поздравляю вас с победой Локомотива над Краснодаром. Невероятно тяжелое, невероятное после первого тайма, казалось, что ничего в этом матче уже хорошего не случится. Но Локомотив очередной раз проявил характер, Локомотив очень классно вышел на второй тайм и снова провел второй тайм. Так что ты задаешься вопросом, а нахрена было вот так вот играть, как вы играли в тайме первым, вообще непонятно. Но что поделать, таков нынешний Локомотив. Были две проблемы у Локомотива перед этой игрой, и эти две проблемы тянулись напрямую из матча с Ахматом. Это красная карточка Макеева и красная карточка Максима Нинахова. Соответственно, мы потеряли опцию выпуска Макеева как центрального защитника и потеряли опцию выпуска Максима Нинахова на правый край. Это большая проблема. В частности, например, проблема Макеева в том, что нам снова приходится выпускать пару конти Кузьмичев. Это два больших центральных защитника, которые могут играть, когда они стоят внутри своей штрафной, им нужно просто выбивать мячи. Нормально играют, не проигрывают борьбу, в целом там блокируют удары, все, что можно, все, что нужно от защитников делают. Но очень плохи, когда мимо них пробрасывают мяч, и нужно бежать на перегонки, нужно бороться корпус в корпус. С этим, к сожалению, есть проблемы, они связаны с физиологией, они связаны с просто умениями играть в футбол. И тот же Кузьмичев мы вот видели недавно, совершенно три дня назад, как он не мог выиграть борьбу у такого футболиста, как Понце. И Понце разворачивался, бежал мимо Кузьмичева, а Кузьмичеву приходилось фалить на нем и, к счастью, не получать большого количества желтых карточек. Ну, правда, ладно, матч с Акроном забудем. К счастью, там ничего не произошло. Может быть, если бы Кузьмичев удалился, то и пенальти бы бить не пошел. А, не будем об этом. Суть в чем? Суть в том, что у Краснодара именно такие футболисты собраны в атаке. Они прямо вот специально выставили именно всех быстрых, юрких, умеющих бороться корпус в корпус футболистов. Там справа Лосигун постоянно мешался Кузьмичеву и Текнезиану. Слева Конан постоянно мешался Смольникову и Конте, соответственно. Ну и Кордоба, который связывал всех по рукам и ногам. И Кордоба это один из тех игроков, которые в российской премьер-лиге вообще лучше всех умеют как раз играть вот этой самой девяткой. Получить мяч, зацепиться за него, пробросить, побежать, скинуть кому-нибудь. В этом плане Кордоба реально один из лучших, если не лучший игрок. К счастью, к счастью, у всех троих игроков Краснодара есть одна общая проблема. Это реализация моментов. И Кордоба не может попасть с линии вратарской. И Лосигун может ударить черт пойми куда. Ну и Конан тоже ему нужно выйти на пустые совсем ворота, чтобы все-таки забить гол. Это большое для нас подспорье. Но тем не менее, даже до игры выглядело то, что атака Краснодара гораздо сильнее обороны Локомотива. Локомотив продолжает пытаться найти решение проблемы того, что Максим Глушенков и Антон Миранчук это футболисты, которые дублируют друг друга. Плюс еще появляется Рефат Джамлединов, который вышел против Акрона и провел очень хороший тайм. Прям очень добротные 45 минут. И во многом благодаря ему мы матч с Акроном перевернули. И Галактионов выбирает на этот матч на первые 45 минут Антона Миранчука. Как игрока, атакующего в 4-2-3-1. Центрального в верхней тройке. Справа ставит Франсуа Камано. Но правый фланг у нас вообще проклятый. У нас кто бы на правом фланге не играл, у него игра не получается. Она не идет. И атак с правого фланга по сравнению с фланга Пеняева. Ну они периодически меняются. Но короче вот тот человек, который на противоположном от Пеняева фланге играет, он абсолютно становится незаметен. Пеняев бегает, Пеняев обводит, Пеняев постоянно какие-то моменты себе создает. Но с противоположного фланга не получается ровным счетом вообще ничего. Собственно, Франсуа Камано достаточно неплохо свой тайм провел. Но опять же, ну это очень-очень-очень средний тайм. Особенно учитывая то, что Локомотив просто плохо играл в этом самом первом тайме. Краснодар нас переиграл. Краснодар больше делал передач. Чаще владел мячом. Больше делал передач внутрь штрафной. И повел 2-0. Первый гол пришел с углового. Достаточно хорошо разыгранного Краснодара. Не сказать, что наши как-то там супер плохо сыграли. Кого-то упустили. Нет, там поставили блоки нашим игрокам. И Алонс в нужную точку выбежал. Подставил макушку. И с близкого расстояния Лантратова переиграл. Второй гол, к сожалению, это вот как раз та самая история про то, что у нас тяжелые неповоротливые центральные защитники. Кордоба пободался с Конти. В результате этого бодания Конти упал. Кордоба побежал вперед. Конти поднялся. Побежал страховать Лантратова. И в подкате в свои ворота мяч переправил. Ну, грустно было смотреть на Локомотив. Ну, в первые там 25 минут, потому что Краснодар казалось, ну, сильнее абсолютно во всех эпизодах. На 25-й минуте там Спирциан в перекладину попал. Потом гол. Потом второй гол. И много, в общем, такого вот захода в нашу штрафную было. До Лантратова мяч особо не доходил. Это матч, в котором Лантратов не особо себя проявил, к счастью. Только в концовке уже начали удары по центру идти. И один удар от Волкова состоялся. Это, скорее всего, мимо ворот. Но Лантратов решил на него среагировать. И после этого Конти мяч на угловой выбил. Но, тем не менее, все равно казалось то, что Краснодар команда гораздо сильнее, чем Локомотив. Гораздо лучше готова. Лучше играет в пас. Лучше футболиста в атаке. А мы не могли выйти на чужую половину поля и толком ничего сделать. Только при счете 2-0 Локомотив наконец-то начал осмеливаться выходить на чужую половину поля. Возможно, и Краснодар как-то сник, да. Ну, 2-0 ведем. Чего напрягаться? Уже все хорошо у нас. Уже ведем 2-0. Локомотив пошел. Сначала провел одну такую робенькую атаку. Потом вторую робенькую атаку. Где можно было, например, тому же Франсуаку Мано забивать с навеса Игоря Смольникова. Потом передача, где Миранчук бил вроде как уже наверняка, но почему-то очень плохо поставил ногу. И мяч полетел не в ворота, а в Текнезяна, который еле-еле среагировал, но тоже по воротам не попал. Ну, а потом в концовке случилось 2 эпизода, когда Левников пошел смотреть вар. И, на мой взгляд, в обоих случаях был пенальти. Я не очень понимаю, почему не был назначен он в первом случае. Там не было нацеленной игры Алонса в мяч, после которой мяч попадает в руку, а рука была отставлена прям вот очень широко. Для меня это пенальти. Но руки это каждый раз лотерея и рулетка, как судья будет трактовать очередную руку. Я просто этого не понимаю. Вот, но второй пенальти уже невозможно было не назначить. Спиртиан конкретно наступил на ногу Смольникову. И мы получили возможность отыграться в добавленное к первому тайму время. К мячу пошел Артем Дзюба, и Артем Дзюба катнул мяч в руки Акацеву. По-другому этот удар назвать невозможно. Так же, как Каманов в свое время катил мяч в руки Ломаеву, точно так же Дзюба покатил мяч в руки Акацеву. Я не очень понимаю, как профессиональный футболист с таким опытом громадным просто... С таким громадным опытом умудряется подойти к пенальти, к точке пенальти и вот так вот пробить. При том, что на поле, например, есть Антон Миранчук, штатный пенальтист этого сезона, который еще не промахивался. Но это, конечно, просто ужасно было, и казалось то, что, ну типа, ну вот за что нам все это смотреть вот такой вот позор, и вроде как даже немножечко везет, спиртян абсолютно ненужный фол допускает штрафной, и мы даже этим воспользоваться не можем. Но, естественно, прям настроение в перерыве было на нуле. Но, но оставались робкие надежды, потому что локомотив Галактионова уже неоднократно преображался во втором тайме, и во втором тайме играл значительно лучше, чем в тайме первого. Такое было во многих матчах на сборах, такое было в матче со Спартаком, такое было в сегодняшнем матче, в матче с Акроном. Ну, короче, очень странным образом локомотив проваливает просто в хлам таймы первой. Интересно, что там происходит? Локомотив проваливает таймы первой, и на второй тайм выходит уже как будто совершенно иная команда. Позитивные изменения мы увидели прям моментально, потому что на второй тайм вышел Глушенков и вышел Рифаджи Малединов. Рифаджи Малединов замена прямиком из матча с Акроном, а Глушенков выходит на правый фланг вместо Франсуа Камано. Честно говоря, хотелось, чтобы Камано заменили, но я не ожидал этой замены. Замена Антона Мирончука напрашивалась. Антон свой матч провалил. Практически не попадал по воротам, пять раз попробовал, ни одного опасного удара так и не нанес. Постоянно передерживал мяч, не мог отдать нормальную передачу. Куда-то все эти передачи шли сопернику. И такое ощущение, что Антон прям очень инертный, вообще не в своей тарелке и не понимает вообще, во что играет команда и во что он пытается играть. Вышел Рифаджи Малединов. Не сказать, что прям вся игра стала идти через него, но стало гораздо больше выигранных единоборств в центре поля. И, ну все-таки с мячом Рифаджи Малединов общается на данный момент лучше, чем Антон Мирончук. А его удар с левой ноги это лучше, чем все, что делал Антон Мирончук, начиная с матча со Спартаком, когда он забил гол. Главным героем, наверное, все-таки можно назвать Максима Глушенкова, именно тем человеком, который игру перевернул, потому что моторность очень резкая появилась на правом фланге. Глушенков постоянно играл именно внутри штрафной, он не сваливался на фланг, он не сваливался в глубину, как это происходило раньше, когда Глушенков играл на правом фланге. Сейчас он играл фактически второго нападающего, а правый фланг был отдан, например, Смольникову под его забеги. И это принесло очень серьезные проблемы Краснодару, но главным образом принесло то, что локомотив вышел невероятно заряженным на второй тайме, уже на 15 секунде Тикнезян бьет в перекладину, зарабатываем угловой, с этого углового мяч летит. Дмитрий Баринов, ну, по-моему, не с углового, но мяч с фланга приходит к Дмитрию Баринову после передачи Сергея Пеняева. Баринов бьет кое-как вообще странным образом. Акадцев отбивает Волкова, мяч закатывается в ворота. Окей, 2-1, играем дальше. Через несколько минут буквально Глушенков рвется внутрь штрафной, Дзюба ему скидывает, и Глушенков прошивает Акадцева 2-2 спустя 5 минут после возобновления тайма. И это сразу резко переворачивает всю игру, потому что уже сейчас локомотив находится на невероятном подъеме, а Краснодар не понимает, что происходит. При этом, ну, Краснодар продолжает владеть преимуществом игровым. Краснодар катает мяч, Краснодар пытается что-то сделать, но до Лантратова никак дойти не может. Им только что 2 засунули за 5 минут. Естественно, мандраж очень жесткий появляется, и на 60-й, по-моему, минуте Рамирос, левый защитник Краснодара, получает вторую желтую карточку за то, что полетел с локтя в Дмитрия Баринова. Желтая карточка абсолютно такая же заслуженная, как и в свое время Станислав Макеев получал желтую карточку в игре с Ахматом. Ноль вопросов совершенно, действительно глупая игра со стороны Рамироса, но это желтая карточка. Обступили игроки Краснодара судью, но Левников здесь разобрался, на мой взгляд. Ноль вопросов может быть за это действие Рамироса. Казалось бы, доводи игру до победы, ты в большинстве, у тебя все хорошо. И действительно Краснодару стало очень тяжело даже до штрафной нашей доходить, до этого у них проблем таких не было. Но после красной карточки Рамироса, вроде как, локомотив уже просто, ну, спокойно играл матч и мог забить еще. И сейчас думал я, спокойно доведем матч до победы. Не тут-то было. Игорь Смольников, которого я даже хвалил по ходу игры за то, как он подключается к атакам, как он нормально играет против юрких техничных футболистов Краснодара. Заработал пенальти, который не забил Дзюба. И жестко играл против Спирциана, жестко играл против Конана. Это то, что действительно нужно против таких футболистов. Когда против них играешь жестко, они, соответственно, начинают играть хуже. Но где-то на 20-й минуте Игорь Смольников получил первую свою желтую карточку. И в перерыве мы задались вопросом. Игорь Смольников на желтой карточке против Конана, против Алла Сигуна, против Кордобы, против Спирциана, техничных футболистов, которые вполне возможно сейчас будут бить и нестись в этот самый левый фланг, где у нас Контик, где у нас Смольников на желтой карточке. Может быть, воспользоваться памятью предков, вспомнить, как у нас удалился Нинахов в матче с Ахматом и заменить Игоря Смольникова. Тем более, что на скамейке есть Живоглядов, есть Марио Митай. Футболисты, которые могут играть в футбол, они умеют играть в футбол. Да, это не что-то невероятно гениальное, но отыграть тайм, отыграть 30 минут, если замена на 60-й, ну они точно могут. Вот Галактенов замен не делает. А Смольников на 70-й какой-то там минуте просто берет и на ровном месте, ну хорошо, не на ровном месте, там Кадди немножечко провоцировал, не пускал Смольникова вперед, ставил ему корпус, но Смольников просто взорвался и двумя руками взял этого Кадди, повалил на газон. Зачем это было нужно? Мяч находился совершенно в ином, в иной точке поля. Зачем нужна была вот эта вот несдержанность? Я не очень понимаю. Но мы с вами уже видели, что Смольников это человек, который может взорваться на своего одноклубника после победного матча с Ахматом, когда это вообще не нужно. И это просто вот такой, видимо, характер у Игоря Смольникова, который проявился в этой самой ситуации, когда это было максимально не нужно. Смольникова удалили, Живоглядов вышел, но на этот раз вышел вместо Карпукаса, которому тоже нужна была замена еще минуте на 60-й. И хорошо сыграл. Живоглядов прекрасно сыграл. В двух моментах просто спас локомотив, в том числе на последней минуте, когда успел перекрыть кислород Кордобе. И Кордоба ему уже влетал в ахилл сзади. Кстати, на желтую карточку, но Ливников не стал ее показывать. Ну, может Живоглядов играть в футбол, но дайте ему полчаса, он эти полчаса не испортит. И почему, зачем мы это вот второй раз подряд повторили, я вообще не понял. Но одно дело, когда у тебя там игрок на желтой карточке, но против него играет, не знаю, Кирилл Гацук. Ну, да, шанс, что ты получишь вторую желтую, не очень велики. Но когда против тебя играют люди, профессиональные умения которых сажать на желтую, ну, такое, такое, я пока не очень понимаю Галактионову в этом моменте. Надеюсь, что очередной урок будет выучен и запомнен Галактионову. Как я уже сказал, мне нравится то, что Галактионов реагирует на определенные действия в составе команды. И, соответственно, вот что-то пошло не так. Он взял и среагировал, и убрал Антона Меранчука, выпустил Гушенкова, выпустил Рифата Жамалединова. Но пока эти уроки учатся очень медленно, и пока мы 2-0 от Краснодара летим после первого тайма, улетим от Акрона после первого тайма, и очень много вот таких вот вещей, которые нужно поправить. Довели мы матч до победы, Пеняев даже мог забить еще один гол, обвел всех, обвел Каю, обвел вратаря, но ушел уже в лицевую линию, посчитал, что для удара слишком острый угол, начал отдавать передачу, ее перехватили. Хотя можно было уже, не обводя вратаря, просто с правой ноги в дальний угол послать мяч. Ну, пока 18-летний Сережа еще не самый эффективный игрок нашей команды. Эффектен, ноль вопросов, но эффективность хромает на две ноги. Дзюба в итоге забивает гол победный. Я забыл рассказать, наверное, как Дзюба забил победный гол. Очередная атака началась с того, что Рифат Жамалединов в окружении четырех игроков крутанулся змейкой, вышел просто каким-то чудом на оперативный простор, отдал передачу, она дошла до Тикнезиана, Тикнезиан пробил. Глушенков очень орал на Тикнезиана за то, что тот не отдал ему передачу, но удар был неплохой, плотный, Акацов с ним справился, пошла подача углового, мяч дошел до Дмитрия Баринова, и Баринов парашютиком за спину Акацову мяч отправлял. Мяч попал в перекладину, и Дзюба его добил, не знаю, с 30 сантиметров в пустые ворота уже, перевисел всех. У него был еще один похожий момент, тоже после стандарта, тоже мог отправить мяч с 30 сантиметров в ворота, но не получилось продавить Каю. Вот, Дзюба очередной хороший матч, понятное дело, что сейчас Локомотив без Дзюби, без Дзюбы играть вообще не может, потому что, а кто будет забивать? Дзюба делает скидки на Глушенкова, Дзюба забивает самостоятельно, Дзюба цепляется за почти все выносы, которые идут со своей половины поля. Но, к сожалению, если вдруг так случится, что Дзюба по каким-то причинам не сможет принимать участие в матче, я не очень вообще понимаю, кто у нас будет забивать голы и как он будет это делать. Ну, дай бог Рифат сейчас восстановится, сейчас еще пару неделек пройдет, и он сможет уже по 90 минут играть. В Рифата чуть больше веры, чем во всех остальных. Но все равно есть Пеняев, который всех обводит, бежит куда-то, потом возвращается, потом снова бежит. Есть Миранчук, который не может по мячу ударить хотя бы 5 из 10 раз, плотно и нормально. Есть Камано, который точно никогда по воротам не попадет. Есть Глушенков, который в целом, наверное, сыграть может, и у него как раз удар хороший, но если не будет Дзюбы, то кто будет отдавать мячи на Глушенкова? Вот в матче с Акроном мы посмотрели, никто не отдает мячи на Глушенкова. Глушенков пытается их сам вырвать из цепких лап соперника. Короче, хороший матч, хороший матч, матч из тех, в которых, после которых очень хочется, чтобы скорее настал следующий матч, чтобы поскорее Локомотив еще один матч сыграл, потому что здесь эмоции, здесь прям качели, американские горки, ты упал резко вниз, потом поднялся резко вверх, потом Смольников тебя снова огорошил, и ты в итоге сидишь и до 90 минуты, до 95 минуты, только бы не пропустили, только бы не пропустили. Но в итоге все случилось хорошо, и как в хорошем аттракционе, ты с хорошим настроением, с хорошей эмоциональной тряской выходишь и думаешь, блин, я хочу еще раз. Хотя только что пугался и прибавлял себе седых волос. Этим ценен футбол. Вот такие матчи я очень люблю. Особенно люблю, когда они заканчиваются победой Локомотива. Локомотив вышел на 11 место пока на данный момент, потому что крылья свой матч еще не сыграли, но совершенно точно уже 22 очка. Это прям нормальный результат для того, чтобы не думать о том, что через тур, через два, не дай бог проиграв, ты снова упадешь там на 14 место. Нет, скорее всего, эти места нам уже с вами не грозят. Сейчас две недели паузы, будем готовиться. Пауза для Локомотива – это хорошо, это еще возможность немножечко потренироваться, еще попытаться понять все-таки, что хочет Галактионов от команды. Пока, пока, к сожалению, наши матчи – это больше эмоции, чем какой-то внятный, логичный, разумный футбол. К сожалению, основные мои претензии к Галактионову, они так особо и не снимаются, потому что, ну, команда все еще играет в жуткий разнобой. Получится у Пеняева обвести Каю, что-то сделать? Хорошо. Не получится? Нет. Получится у Дзюбы там продавить кому-нибудь в штрафной и в пустые ворота мяч забить? Хорошо. Не получится? Ну, окей. Не будет Дзюбы, вас вообще забивать будет некому. Пока, к сожалению, какой-то вот внятный, поставленный игры, кто куда бежит, кто куда пасует, я у Локомотива не вижу. Но зато вижу эмоции и вижу желание все-таки не проигрывать и переворачивать игры. Но этого пока хватает. И хватает индивидуальных умений наших сильных футболистов. Пеняева, Дзюбы. Сегодня Дмитрий Баринов хороший матч провел. Ноль вообще вопросов к Диме. Даже, по-моему, статуэтку лучшего игрока получил. Сегодня он... Обычно Дмитрий Баринов играет в паре с Карпукасом. И обычно Карпукас делает всю работу за Дмитрия Баринова. И мы постоянно видим именно Артема. Сегодня это абсолютно не так. Артем был не в своей тарелке. Артем явно очень сильно устал после матча с Жигулевска, с Акроном в Жигулевске, после синтетического поля. Сегодня он явно вообще не давал той интенсивности и того объема, к которому мы привыкли у Артема. Зато Баринов, наоборот, много отбирал, много шел в стыки. Соорудил, помог соорудить победный гол. Ударил так, чтобы Волков забил автогол на 46-й минуте, на 47-й минуте. Короче, хороший матч был у Дмитрия Барина. И вот, ну, пока индивидуальности нам завозят очки. Но как долго это продлится, к сожалению, не могу дать никаких вообще гарантий. Ну, пока есть и хорошо. И ладно, просто радуемся победам. И ждем теперь игры с пари НН, которая будет через 2 недели. Продолжение следует...